Катер выбора SwitchCase. Мы начнём сначала вот с такой вот конструкции. if-elseaf-elseaf-elseaf. С одной стороны вроде бы всё в порядке, но с другой стороны читается это не очень удобно. И такую конструкцию можно заменить на что-либо другое. Но для начала давайте попробуем запустим, как это срабатывает. Например, number равняется 2. В случае, значит, задача следующая, если число у нас 1, 2, 3, 4, 5, то идёт умножение на разные небольшие числа. Если же число какое-либо другое отрицательное или больше 5, то умножение производится на 100. В данном случае результат будет минус 200. А теперь давайте попробуем посмотреть, какие возможности предлагает оператор SwitchCase. В этом случае вместо первого if-а пишется SwitchCase. Далее. Нужно вставлять кейсы. То есть все эти if-а нужно будет поубирать. Пишется Case1. Точнее, Switch просто number. Здесь сравнения не происходят. Case1. И производится печать действия. Выполнение действия. После этого ставится RapperBreak. Ну и дальше, в общем-то, похожим образом. Я в данном случае позволю себе серию копипастов. Вместо if-ов 4 и у нас их 5. И соответственно ставим здесь 2, 3, 4 и 5. И умножение, соответственно, меняется. 2, 3, 4, 5 и 6. И самое последнее действие. Это Default. То есть в случае любого другого значения. производится умножение на 100. Можем спокойно проверить на данных нами значениях. То есть в случае минус 2 как раз сработает Default. Так, где-то мы... А! В случае 2 сработает Default. В случае совпадения с одним из указанных. Значение 1, 2, 3, 4, 5. Например, было как и тогда 2. Результат будет 6. В чем особенность? Особенность следующая. Что наличие оператора Break гарантирует сразу выход из оператора Switch. То есть, если, например, не сделать, не поставить какой-либо Break, вот я ставлю единицу, и убрать какой-то Break, то все кейсы будут выполняться один за одним. То есть сначала будет выполнено умножение единицы на двойки и напечатано. Потом будет выполнено единицы умножения той же самой единицы, но уже на тройку. И так же будет напечатано. В результате будет напечатано 2, 3. Один под одним. Сейчас глянем. Так, 2, 3. То есть Break в данном случае обязателен. Зачем же он нужен? Почему бы не сделать так, чтобы были кейсы? Каждый кейс выполнялся, автоматически выполнялся переход на следующий. А в том случае, если, например, при кейсе 1, 2 и 3, мне нужно, например, будет умножить на 4 всегда. То есть, как условие в каком-то интервале. Берем, убираем это. Это. И получается, что в случае, если 1, 2 или 3, то число всегда будет умножаться на 4. Значит, по поводу дефолта. Значит, если ни один из кейсов не совпал, то срабатывает дефолт. Кстати, кейсы следует расставлять таким образом значение кейсов, начиная с наиболее ожидаемого. И дефолт. Дефолт вот сам по себе может находиться и между кейсами. Но в этом случае... Так, кейс, break, break. Ну, тут break стоит. Нужен break, потому что если при совпадении с дефолтом... Вот, смотрите. А, сейчас кейс 4. Собственно, вот так. Да, давайте попробуем так сразу. Нет, у нас не стоит break около дефолта. То есть, соответственно, после оператора вывода, то значит, будет число умножено на 100, а потом это же число будет умножено на 5. Взглянем результат. Но приличные люди, приличные программисты дефолт всегда располагают последним. Ну, если добавить break, естественно, то уже следующий свитч не выполнится. Дефолт всегда у программиста должен последний. И еще такая достаточно простая рекомендация. Дефолт желательно в операторе свитчкейс должен быть всегда. Это как крайнее значение или исключительное значение. Он должен быть всегда как таковой. Далее. С появлением новых версий Java изменился и внешний вич свитчкейсов. И не просто изменился, у него появились дополнительные возможности, которых раньше не было. А именно. Теперь есть запись, которая не требует оператора break. Так же позволяет объединить повторяющиеся метки через запятую, а не так, как у нас case1, case2, case3. Ну, применение в форме метода и допускающей лямбдовыражения об этом несколько позже. Ну, давайте рассмотрим такой вариант. В данном случае просто прописывается после кейса прописывается стрелочка и, например, тот же самый резулый вариант. Оператор number. Давайте сделаем умножить равно, как и было. умножить равно, умножить равно, умножить равно, двойка. Далее стоит обычная точка с запятой ставится. Аналогично нужно, естественно, в этом случае все остальные переписать точно таким же образом. ну, в данном случае я позволю себе, наверное, опять же, copy-paste в данном случае 3 и дальше на этот кейс сделаем кейс 3 на 4 кейс 4 на 5 ну, давайте на этом остановимся сделаем дефолт точно так же дефолт может равно 100 ну и, собственно говоря, результат result запустим то есть в результате получилось плюс равно 100 там было умножить равно 100 что-то я не этот самый ошибся а смножить ну и суть важна минус 3 плюс равно 100 попали в дефолт давайте попробуем просто 3 в итоге должно получиться 12 если же необходимо нарисовать какой-либо блок ну, например, для дефолта в частности то есть не один оператор а несколько то просто так результат будет ну, чтобы присвоить результат тому же намберу возьмем здесь с out out of range например напишем out of range то, в принципе, можно делать в общем-то и блоки и, собственно говоря похожие блоки можно делать и в кейсах то, в общем-то вот 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 вот